Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 27-й главе книги «Бытия». 27-я глава продолжает рассказ об Исааке и его сыновьях. И здесь как будто с новой страницы разговор возвращается к теме благословения и первородства. Главным образом благословения. Мы видели, что в 25-й главе как будто бы Иаков приобрел у Исаава это первородство за счет того кушания, которое традиция называет чечевичной похлебкой. Вот вроде бы первородство принадлежит теперь Иакову. Но об этом как будто бы никто не знает. Причем впечатление такое, что и Исаав, и тем более Исаак тоже об этом ничего не знают. Только Иаков и Ревекка. Ну и вот наступает время старости Исаака. При этом еще обращает на себя внимание то, что в конце предыдущей главы упоминается тот факт, который еще несколько раз тоже будет упомянут, а именно то, что Исааку и Ревекке жены Исаава, он уже взрослый, женился, и у него этих жен на данном этапе жизни две, потом будет больше, вот они все из сынов Хета, Хеттаянки. И они Исааку и Ревекке в тягость. Может быть, не столько психологическая деталь сюжетная такая романа здесь важна, потому что, ну да, что за роман без подобного рода конфликтов, невестки, свекла со свекровью, там этих невесток еще и вдобавок две. Короче говоря, можно изобразить вполне, так сказать, сюжет со всякими перипетиями, но вряд ли это интересует автора рассказа, и уж тем более вряд ли это интересует составителя и читателя. А в том дело, что они Хеттаянки. И снова, да будь они хоть какой угодно национальности, но они из язычников. И принципиально меняется все именно из-за того, что они из язычников. Они вряд ли могут наследовать благословение Божье и уж тем более передать его своим потомкам, воспитать в подобного рода отношении к Богу своих детей. Короче говоря, то, что эти самые жены и савы из язычников, это реальная проблема. Ну, тоже можно додумывать разные вопросы, а зачем же он там такой-сякой двоечник женился на этих Хеттаянках и так далее. Это не тема для рассказчика, не тема для составителя. Важно только, что вот мы можем увидеть, что значит то, что Исаф продал свое первородство, и это первородство, и это благословение Божье для него не очень-то и нужны. Только обозначается этим фактом вот такое отношение. А дальше нам рассказывают об Исааке, который состарился, уже видит совсем-совсем плохо, и больше на ощупь и по запаху может определить, кто перед ним. Ну, и вот такой тоже полудетективный сюжет, в котором Ревекка придумывает, как сделать так, чтобы Исаф не получил благословения, чтобы Исаак передал его Иакову. Ну, несколько моментов обращают на себя внимание. Во-первых, придумывает все Ревекка. И рассказано так, что ни у кого не вызывает сомнений, что это нормально, что женщина – это не аппарат для штамповки детей, а это человек, через которого может исполняться воля Божья, и нередко даже лучше, чем через мужчину. Вот ничего совершенно домостроевского Ревекка придумывает и делает, и получается так, как она хотела. И ее за это не осуждают. Никто не говорит, ах, как она могла там. Нет, нормально. Нормально все происходит. Это одно. Другое. Мы видим, что история с покупкой, продажей и первородством как будто не существует. Как будто не существует. И снова надо добывать благословения. И, наконец, может быть важнее всего то, что, по мнению автора, в картине мира, которую нам изображает автор, благословение – это нечто такое, что дается раз и навсегда. И оно не делится. И не предполагается, что, там, не знаю, каждую пятницу благословляет Исаак своих потомков, кого-то, благословением Божьим, которое дано ему по завету от Авраама, когда он вступает в этот завет, и там Авраам передает ему это благословение. Вот что-то такое скорее сродни однократно совершающемуся в жизни таинству, чем каким-то добрым и приятным пожеланиям. Понимаете, в нашей современной, опять-таки, культуре, когда мы видим людей в черном, особенно если другие признаки священного сана у них на лице, мы подходим, там, значит, соответствующие ритуальные слова фигуры и просим благословения. И мы привыкли вот это вот там благословить тебя Господь, который может быть хоть пять раз на дню, а соотносить со словом благословения. Или когда там некий вьюнош уходит каждый день на учебу в старшие классы, и мама там его выпускает, или бабушка, выпуская из квартиры, где-то вот там перед лифтом, он благословляет каждый день. И вот что-то такое. Мы относимся к этому как, не знаю, к пище, которую надо есть каждый день. Или к воздуху, которую надо вдыхать вообще несколько раз в минуту. Вот что-то такое повторяющееся. А здесь совсем не так. Здесь Исаак уже очень старый умирает, но он еще не передал это благословение потомкам. А будучи передано, его уже нельзя забрать, и уже ничего нельзя изменить. Уже оказывается, что невозможно его поделить пополам. Вот тоже большая странность. Потому что предполагается, что огромное потомство. Аврааму обещали пачить числа песка морскага, Исааку обещают пачить числа песка морскага. А благословение одно. Как в маирате, как в маиратное имущество, его нельзя раздробить. Если оно передано, то уже передано. И если тебе это по каким-то причинам надо, ты будешь за него бороться. Не за то, что... Иаков не говорит Исааку, благослови и меня тоже. Потому что это бессмысленно. Это весьма важно. И это одно из тоже центральных компонентов, один из центральных компонентов коммуникативного намерения составителя, который своему читателю говорит о том, что то благословение Божье, которое дано отцам нашим, Аврааму, Исааку и Иакову, оно неделимо, оно не может быть передано другим, оно не может быть рассечено на части и роздано по частям. И это не просто добрые слова, а это некоторое в каком-то смысле соприсутствие самого Бога. С одной стороны, это кажется прекрасно, то есть ты можешь надеяться на то, что это благословение дается только тебе и никому больше. Но, говорят они своим читателям, это вообще-то зависит от того, нужно ли тебе это, согласен ли ты нести, так сказать, обязанности, соотнесенные с этим благословением, как в предыдущей главе. Мы ясно увидели, что Господь с тобою. Вот ты хочешь, чтобы настолько была рука Божья на тебе, чтобы видели это окрестные народы, потому что в эпоху-то составителя для целевой аудитории ясно видный факт, что Господь с нами подразумевает, что за наши грехи нам не дают спуску, что если ты предаешь правду Божью, милость и суд, и справедливость, и истину, то ты получаешь за это, грубо говоря, гораздо сильнее, чем получили бы все остальные. Благословение ведь обоюдовоустрая вещь. На самом деле до сих пор все, почти все, наверное, а может и вовсе все, христианские культуры бьют себя пяткой в грудь и говорят, мы самые Богом благословенные, самые правильные там, все такое вот. А потом удивляются, а почему это так все плохо, так все тяжело, потому что благословение обоюдовоустрая вещь, и надо быть согласным. Если ты не согласен на то, что благословение как проявитель проявляет все твои грехи и выжигает их, то тогда ты в большой опасности. Стал быть, вот этот рассказ важен для целевой аудитории составителя именно тем, что Исаф не соглашается, не хочет, не нуждается в этом благословении и вообще не думает о том, что это значит. А обретает благословение тот, кто этого хочет и добивается, хочет и добивается. Вот мы, вернувшиеся из плена, ну или, может, это следующее поколение, значит, наши отцы вернулись из плена, а мы тут все из руин как-то пытаемся восстанавливать. Для нас что это Божье благословение? Есть ли это вообще центр мироздания, центр картины мира, центр, вокруг которого строится вся жизнь нашего народа? Тогда так. Тогда вот это благословение, которое действительно созидает некоторый великий народ и созидает жизнь, в которой присутствует Бог, а если нет, то нет. И вот, собственно, мы здесь дальше видим, что Ревекка предлагает Иакову пойти на разные ухищрения для того, чтобы это отцовское благословение, на самом деле Божье, благословение получить. Вот оно передается один раз в жизни от Исаака Иакову. Ну, он там варит или жарит блюда, которые отец любит, из козленка, а не из дичи, но тем не менее обматывает руки кожами козлят для того, чтобы они казались косматами, хотя, ну, тоже очень художественная деталь, как бы там ни было, кожа любых там козлят или кого угодно гораздо более косматая, чем может быть у человека, каким бы ни был, так сказать, вот, с какими бы южными генами волосатости не родился Исаак, все равно похожая на шерсть козленка, такого не бывает к этому моменту уже там порядка 800 тысяч лет. И вот, тем не менее, автор вот так надули, надули Исаака, и он повелся, причем сомневается, говорит, что ж такое, вроде на ощупь, Исаак, а голос Иакова повелся и благословляет Иакова. Вот тем единственным однократным благословением. Дальше автор изображает драму, связанную с тем, что приходит Исаак и пытается получить благословение, обещанное, так сказать, благословение своего отца, вдруг выясняется, что, ай, а кого же это я благословил? Ну, друзья, понятно, что это, так сказать, художественное повествование о событии в некотором таком фольклорном стиле, потому что, ну, так, чтобы прямо совсем не узнать даже на ощупь по голосу и как угодно, потому что он не совсем слепой этот самый Исаак, ну, через чур, очевидно, что это некоторая гипербола. Тем не менее, автор не обращает на это внимания, ему важно рассказать, что невозможно ни забрать благословение обратно, ни разделить его, ни копировать его, и когда выясняется, что Иаков опередил Исаава, уже ничего нельзя поделать. Заметьте, что вроде бы вообще-то право первородства куплено и принадлежит Иакову, но об этом здесь не вспоминается. И кроме этого еще обращает на себя внимание то, что здесь в двух местах в этой главе мы видим стихотворные фрагменты благословения Божьего, слова, которые Исаак обращают к Богу и которыми он Бога благословляет и благословляет своего сына. Даст тебе Господь от расы небесной, послужат тебе народы, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены. И вот это еще одна формулировка. Ты, говорит он сыну, вот такой, как потом будут выражаться краеугольный камень. Кто на него упадет, разобьется. Краеугольный камень. Благословляют тебя, будут благословлены. Проклинают тебя, будут прокляты Богом. Ну, вообще говоря, знаете, поучительно в этом смысле то, что за прошедшие от описываемых событий, условно, скажем, там, четыре с лишним тысячи лет, было много желающих проклинать потомков Исаака. Ну, и, в общем, так как-то не очень много от них осталось, и никто не пробовал их благословлять. Поэтому, на самом деле, для нас эти слова удивительные. Что бывает с теми, кто проклинает потомков Исаака, понятно. Никто не рискнул, похоже, благословить Бога и благословить потомков Исаака. Благословить и благодарить Бога за то, что вот есть эта вера. потомков Исаака и обрести это благословение. Это слова, которые обращены отнюдь не только собственно к народу Божьему, а и ко всем остальным. Хотя, понятное дело, что составитель едва ли имел в виду, что его текст будет читать какой-нибудь выходец из языческого народа. Но слова, которые он записывал, звучали вокруг и вслух таких народов, конечно, достигали. Теперь в конце главы говорится о том, что вот Исаф спрашивает отца, неужели ты не оставил и мне благословения? Нет, не оставил, ничего тебе не могу дать. Благослови и меня. А Исаак молчит. Все, нет, невозможно это. И в конце концов Исаф возненавидел Иакова за благословение, которым благословил его отец его. Чего ненавидеть, ты сам продал это свое первородство и по закону и по праву так сказать Иаков должен был бы быть благословленным. Ну вот это другой рассказ, который может быть и не связан с разговором о чечевичной похлебке. И вот Исаф обещает убить Иакова брата и это этот конфликт уже гораздо серьезнее того, что мы видели в самом начале книги в рассказе о Кайне Авеле. И вот Иаков вынужден бежать. Теперь сын мой говорит ему Ревекка встань беги в Месопотамию к Лавану брата моему в Харан. Оказывается что не случайно, не просто так в разговоре о женитьбе Исаака возникает этот клан, которому были выходцем, из которого является сам Авраам, клан Фарры, потому что вот они монотеисты и может главный герой повествования укрыться у них. Они где-то так сказать вот существуют. И заповедует Ревекка своему сыну, говоря, я жизни не рада от этих хитыйских хитыйянок, на которых женился Исаак, поэтому ради Бога возьми жену там среди моей родни. Редактор субтитров Корректор А.Егорова